МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Никто, кроме них, сегодня по всей стране отмечают День воздушно-десантных войск. Для школьного спорта в Чуваши ремонтируют сельские спортзалы. Стресс-тест. Новый спектакль о деловых и человеческих отношениях представили в Чебоксарах. Сегодня воздушно-десантные войска отмечают 89-ю годовщину со дня образования. В Чебоксарах прошли показательные выступления спортсменов-парашютистов. Десантники возложили цветы к вечному огню, прошли с крестным ходом от Парка Победы до Площади Речников. А там для голубых беретов начался праздничный концерт. Алексей Чернов служил в Краснодарском крае, а сейчас работает в мебельном производстве. Сегодня он отпросился с работы, чтобы встретиться с друзьями и снова поделиться армейскими воспоминаниями. Десантников называют крылатой пехотой или голубыми беретами. Воспитанники военно-патриотического клуба «Берет» впервые надели этот головной убор сегодня, 2 августа. Голубой берет как главный элемент парадной формы десантников появился ровно 50 лет назад. Вот такая форма у нас была. Голубой билет только после нас ввели. Нас бросали зимой, снегу вот так было. Там противогаз, автомат, парашют. И сборный пункт надо было. А я легкий. Я летал дальше и дальше. Маргелов Ваща руку божал мне, как самого маленького десантника. Герой Советского Союза Василий Маргелов был первым командующим воздушно-десантными войсками. Это в его честь ВДВ шуточно расшифровывают войска дяди Васи. У десантников вообще много фирменных выражений. Десантник, 3 секунды ангел, 3 минуты орел, а все остальное время ломовая лошадь. Этот афоризм рассказывает об этапах прыжка с парашютом и подготовке к нему. А еще десантники любят говорить, что обручены с небом. Потому что парашют нельзя представить без кольца, раскрывающего купол. Вопрос о купании на день ВДВ в фонтанах у десантников больной. Из года в год они готовы повторять журналистам. Десантники в фонтанах не купаются. Десант – это человек чести. Мы служили в элите. И тот, кто вот это делает, он в армии старшину нормального не поймал. Мария Шоклева, Бахтияр Велиев, Республика. Сотрудники прокуратуры Республики сегодня отметили 97-летие со дня образования ведомства. Именно в августе 1922 года в Чувашской автономной области начал работать первый прокурор Александр Лбов. К праздничной дате приурочили церемонию вручения государственных наград. Подробности у Дмитрия Ковалева. В органах прокуратуры Валерий Филиппов прослужил более 35 лет. Он и сейчас в статусе старшего советника юстиции помогает коллегам. Сегодня указом главы региона ветерану ведомства присвоили почетное звание заслуженного юриста. По прокурорам работал, по охране природы 10 лет и до этого еще в районах работал на разных должностях прокуратуры. Поэтому всю жизнь служу и родине, особенно в Чувашине, в настоящее время также продолжаю служить на общественных началах, общественной работой. То есть, выполняю не только на пенсии, общественную работу. То есть, возродил я, как вышел на пенсию, Чувашский республиканский совет спасания на водах. Восвод. Это и возродил. Так, 18 лет занимался вопросами охраны жизни людей на водах, особенно детей. На особом контроле сотрудников прокуратуры погашение долгов по заработной плате и защита законных прав. Серьезно активизирована деятельность органов прокуратуры Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. За последние годы многое сделано в социальной сфере. По защите прав граждан с временной оплатой труда, соблюдению прав в области жилищно-коммунального хозяйства. Все эти годы в рядах органов прокуратуры Чувашской республики трудились и трудятся люди высокого профессионального уровня. Верные своему долгу, порядочные, принципиально и ответственно служащие закону и справедливости, неравнодушные к проблемам людей. Премьер-министр Чувашии отметил, что между правительством республики и прокуратурой налажено эффективное взаимодействие. Проблемы в правоприменительной практике возникают все реже. Продуктивное межведомственное взаимодействие, эффективная работа представителей прокуратуры и органов власти позволяет сохранять контроль за соблюдением законодательства. Со словами особой признательности и благодарности хочу обратиться к ветеранам. Своим становлением прокуратура республики обязана именно вашему самоотверженному труду. Эти качества перенимают и молодые работники прокуратуры. И вот прямо сейчас в прокуратуре принимают присягу молодых сотрудников, которые недавно прошли аттестацию. Это еще одна традиция ведомства. Сотрудникам прокуратуры, уже принявшим присягу, сегодня присвоили классные чины юристов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. В Козловке продолжают модернизировать систему теплоснабжения. Сейчас в муниципалитете возводят современные блочно-модульные котельные. Ход работ проинспектировал премьер-министр республики. Там же на завещании с активом подвели итоги социально-экономического развития. И расставили приоритеты перед властями. Большинство котельных города Козловка были возведены в начале 70-х годов. Из-за их износа потери теплоэнергии зимой достигали 30%. После модернизации сетей будет налажена бесперебойная подача горячей воды. По прогнозам администрации района, экономия бюджета превысит 10 миллионов рублей. Сразу две блочно-модульные котельные должны быть введены до конца октября. В следующем году в муниципалитете планируют заменить и ветхие коммуникации. То есть там не частичная замена, а полностью перекладка. Но лучше проект иметь, потому что есть фонд содействия реформирования ЖКХ, мы уже будем обращаться проектами туда. Тем более мы сами источники уже построим, у нас как бы нормально пойдет софинансирование. То есть это лучше проект иметь, лучше заложиться и сделать. Долги за услуги ЖКХ в муниципалитете снижаются. По бюджетным организациям финансированиям из бюджетов задолженности нет. Теплоснабжающие организации МУП ЖКХ Козловская и ГУП Чувашгаз временно рассчитываются за природный газ. Впервые за 25 лет в районе, в селе Байгулова, приступили к строительству школы. Это решит проблему второй смены в муниципалитете. Национальный проект развития образования в действии. В 2019 году, с 3 июня этого года, начали строить новую школу на 165 мест для учащихся школы и 40 дошкольников. Здесь будут обучаться из двух. На данное время обучаются у нашей школе 100 детей из села Байгулова и соседнее отделение, отделение Янтиково Козловского района. Нашему поселению выделено 168 миллионов рублей и по итогам конкурса 167 миллионов у нас выиграла ПМК-8, город Цивист. Председатель Кабмина отметил, что власти района реализуют муниципальные проекты своевременно. Успешно район участвует в таких проектах, как комфортная среда. То есть у нас, если по ряду муниципалитетов возникают проблемы со своевременным выполнением, строительством объектов, в Козловске районе чаще всего данные вопросы закрываются в те сроки, которые обозначены контракты. Большая со стороны правительства, главы республики оказана помощь в текущем году. Сегодня вы это видели на слайдах выступлений главы администрации. Это и строительство школ, ремонт объектов культуры, это и дорожное строительство. Основные направления у нас обозначены, указан президент Российской Федерации номер 204. Это национальные проекты, здесь, соответственно, предусматривается и участие муниципалитета. Поэтому необходимо проектировать, необходимо получать экспертизы, готовить заявки в отраслевые министерства. Иван Моторин обозначил и приоритеты. Развитие экономики района во многом зависит от инвестиционного климата. Еще одна оценка правительства Российской Федерации региона ведется по четырем показателям основным. Это инвестиции, соответственно, это открытие новых производств, это доходы населения, безработица и борьба с бедностью. Я хотел бы, чтобы в этом направлении администрация Козловского района поработала. Поработать муниципальным властям необходимо и в рамках федеральной программы оздоровления «Волги». Район может получить субсидии на ремонт водопроводных сетей и строительство очистных сооружений. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Строительство железных и автомобильных дорог, мостов, новых урбанизаций и сельское хозяйство. Вот сфера интересов одного из крупнейших государственных инвесторов Китая – Сычуанской железнодорожной корпорации. В дни молодежного форума студентов регионов ПФО и провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы наша съемочная группа побывала в городе Чинду. Там находится главный офис корпорации. Инвестиционная группа железной дороги Сычуани была основана партийным комитетом и правительством провинции в декабре 2008 года для развития железнодорожных и автомобильных дорог. В то время уставной капитал составил 20 миллиардов юаней. Сегодня он увеличился почти в 7 раз, а инвестиционные строительные проекты распространяются на 28 провинций и ряд зарубежных стран Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, а также на Австралию и Россию. Сегодня корпорация работает в трех регионах Приволжского федерального округа – Татарстане, Самарской области и Чуваши. Музей и корпорации – десятки реализованных масштабных проектов, подтверждающих высокое качество работы. Из последних – мост в Норвегии, выдающийся не только техническими параметрами, но и оформлением. Издали напоминает северное сияние и прекрасно вписывается в пейзаж. Впрочем, объекты Сычуаньской железнодорожной инвестиционной корпорации органичны не только внешне, но и внутренне. Кредо компании – сохранение окружающей среды, использование природосберегающих технологий. В первую очередь эти соображения легли в основу концепции агропарка Сычуань-Чуваши. Проект предполагает создание отраслевой цепочки, кормовые угодья, молочное животноводство, переработка молочного сырья с общим объемом инвестиций 10 миллиардов рублей. Этот проект уже начался. Наш проект получает огромную поддержку от правительства Чувашской республики и от самого народа республики. Через этот проект мы создаем много рабочих мест для местных жителей. Мы должны в то же время сохранять экологию в республике Чуваши. И мы планируем в течение трех года реализовать всего проекта и получаем уже молочные продукты. Сохранение комфортной и здоровой среды для жизнедеятельности – цель еще одного проекта, в котором участвует Сычуаньская железнодорожная инвестиционная корпорация. Новый район Тиньфу предполагает создание города-садов в полном смысле слова. В городе Чинду, в центре провинции Сычуань, под него отведено 73 квадратных километра, вокруг живописного озера Синлун. Здесь разместятся научно-исследовательские, инновационные предприятия, жилье, сельскохозяйственные территории и лесопарковые зоны. Экологический спутник Большого Чинду переводится как «небесный город» и должен стать моделью современного мегаполиса. Учиться, чтобы побеждать выпускники-дизайнеры Чебоксарского художественного училища, стали призерами и победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства. За процессом творчества наблюдали мои коллеги. Теперь человек идет, смеется, ни разу не споткнется. Нельзя ему споткнуться под куполом каната. Он может по канату пройтись, как по арбату, пройтись и повернуться, и пробежать назад. Кадр за кадром. Этого мультика Ольга Михайлова рисует на графическом планшете в фотошопе. 17 секунд мультипликации. Это 220 кадров. Соответственно, столько же рисунков. Изначально задание звучало просто – оживить любое детское четверостишье. А в итоге – первое место в конкурсе профмастерства. Хотелось бы работать по специальности. И так как мне нравится делать мультфильмы, я хочу в этом дальше развиваться. И надеюсь, что хотя бы у нас в Чувашии будет что-то связано с анимацией, потому что сейчас немножечко с этим плоховато. Но я хочу развивать ее именно здесь. С тем же фотошопом виртуозно управляется Анастасия Прокопьева. Обрабатывает портреты, которые сфотографировала сама. Ее работы на всероссийском конкурсе заняли третье место. Фотографией я увлекаюсь очень давно, когда получила свой первый фотоаппарат. Мне очень понравилось снимать портреты. Ну, еще и пейзажи, закаты. Вот это я очень люблю снимать, но в основном все-таки портреты. В отличие от своих одногруппников, Екатерина Никитина углубилась в теорию. И написала проект «Территория детского досуга». Сама идея пришла как раз-таки из практики. Катя работала аниматором и заметила, что дети и родители во время игрового процесса разделены. Дети играют, детям интересно. Однако родители никак не вовлечены в эту деятельность. Хотя детям хочется, чтобы и родители тоже взаимодействовали. И хочется, чтобы все-таки были такие игры, которые интересны и родителям, и детям. Полгода Екатерина вместе с преподавателем изучали теорию и продумывали, как можно объединить и сплотить поколения. Дисгармония существует между играми детскими детей и родителей, особенно бабушек и дедушек. Игры как чехарда, естественно, дети не знают. Клетку, резинку. Дети забыли эти игры. Задача проекта. Организация деятельности игровых творческих мастерских в культурно-досуговых учреждениях нашей республики. Распространение опыта работы создаваемых творческих игровых мастерских. Те, кто решат продолжить образование и поступить в ВУЗ, могут претендовать на грант президента Российской Федерации на весь период обучения. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Валерий Резюков. Республика. Такая. Успех каждого ребенка. В рамках этой программы в Чувашии обновляют школьные и спортивные залы. Как продвигается ремонт в Абашевской школе в нашем сюжете. Как самочувствие? Как сказка. Настроение? Как в песты. А как насчет запчастей? Слушай, ты сюда бегать пришел или вопрос задавать? Бегать и заниматься спортом ученики Абашевской школы будут в новом зале. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, но к первому сентября его обещают завершить. В спортзал нужен комфортный, нужны условия для занятий физической культурой и спортом. У нас глава республики пропагандирует физическую развитие физической культуры и спорта среди детей и взрослых. И ветераны дают у нас пример для детей. Мы должны условия создавать для того, чтобы уже в школьном возрасте наши дети могли заниматься нормальным условием. Электросветильники, системы отопления и вентиляции, раздевалки, санузлы и душевые. Все заменяют на новое. Реконструкция и зрительно увеличивает пространство. Дети очень мечтали о таком спортзале. Надеюсь, что им очень понравится. Данный ремонт сейчас очень красивый, стал более уютный. Можно сказать, первые стены давили нас чуть-чуть. А сейчас мне морс объемнее стал, кажется, красивый и уютный. Дети Абашевской школы дружат со спортом. Они являются нынче чемпионами района по футболу. И, конечно же, это у нас основной вид – это вольная борьба. Капитальный ремонт стал возможен благодаря региональному проекту нашей республики «Успех каждого ребенка». Это одно из направлений программы «Государственная поддержка развития образования». Такая модернизация пройдет во многих сельских школах. Обновится материально-техническая база еще 28 СОЖ республики. На эти цели только из бюджета Чувашии выделено 30 миллионов рублей. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Каждый год накануне Дня города список почетных граждан Чебоксар пополняется новыми именами. Это дань признательности и уважения за вклад в развитие столицы. Бескорыстное служение народу, безупречная трудовая деятельность, активная гражданская позиция – вот главные критерии вклада. В этом списке уже несколько десятков человек. В этом году на почетное звание претендуют шесть горожан. Это руководитель национального ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, мастер спорта СССР международного класса по боксу Валерий Львов, заведующий эндокринологическим отделением РКБ номер один Игорь Мадянов, заслуженный строитель России Игорь Рощин, исполнительный директор завода имени Чапаева Михаил Резников и заслуженный энергетик Чувашии Владимир Щедрин. Голосование проходит на портале «Открытый город» до 5 августа. Крупная компания, четыре кандидата, одно вакантное место. В Чебоксарском театре «Станиславский.ком» премьера спектакля «Метод Грандхольма». На что готовы пойти потенциальные сотрудники, чтобы получить должность за ходом необычного собеседования, наблюдала наша съемочная группа. Переговорная, стол и четыре кресла. Зрители по очереди знакомят с каждым героем. Первый – Фернандо в исполнении актера Александра Шаповалова. Герой рассказывает о должности коммерческого директора. Как позже выясняется, он – не единственный кандидат на собеседование. Нетрадиционная методика. Вскоре к ним присоединяются еще два соискателя. И тут начинается самое интересное. Голос в динамике сообщает, что среди них подсадной человек – сотрудник компании. И его надо вычислить. Надо признать задачу, как это с подковы и лекарей. Нужно не только распознать, кто-то прикидывается, но еще и остальных забыть. Обычное собеседование превращается в бесчеловечную игру. Чтобы занять вакантную должность, нужно выполнить абсурдные задания, расправиться с конкурентами и забыть про основные человеческие ценности. Тореро, сомбреро, кабарьеро, карьера, холера, валера! Ура! Роль Энрики исполняет актер Дмитрий Миронов. Своего персонажа он характеризует как неудачника по жизни, который только упорством и тяжелой работой заработал в социальный статус. Скажу честно, я от этой роли сначала отказывался. Мне казалось, она немножечко, ну, может быть, не моего амплуа или что-то. Я не знаю, что-то меня пугало в этой роли на самом деле изначально. А в процессе уже упорство режиссера. Все-таки, мне кажется, эта роль в меня попала. Режиссер Антон Савельев уже ставил этот спектакль на сцене другого театра. Но новая постановка абсолютно не похожа на предыдущую. Работа над ней шла почти год. Театральное пространство всегда диктует свои законы. И перенося вот на такую небольшую площадку, где всего 70 зрителей, само собой это другая актерская работа. Она более глубокая, она более киношная. Киношная, но с полным погружением. Потому что зритель может наблюдать за каждым актером, смотреть в любую точку пространства. И мне кажется, что она получилась гораздо глубже. Мы немножко изменили трактовку, немножко изменили финал. Так что я бы сказал, что это другой спектакль. У любителей театра есть возможность познакомиться с новым методом Грандхольма. Постановка вошла в репертуар театра. Татьяна Леонцева, Андрей Шоклев, Республика. Буквально несколько минут назад в Национальной библиотеке завершился концерт памяти известного чувашского композитора Анисима Асламаса. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Вечер памяти композитора начался, конечно, с его музыки. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Чувашской АССР Анисим Асламас написал 10 опер, 1 балет, 3 музыкальные комедии, 10 кантат и ораторий. А количество фортепианных пьес, романсов и песен даже трудно пересчитать. За 60 лет композиторской деятельности он создал множество произведений в различных жанрах. Их основа – народно-песенное творчество. Недаром произведения композитора вошли в Золотой фонд национальной музыкальной культуры. К памятному дню подготовлено электронное издание «Музыка Анисима Асламаса». В этом году исполнилось бы 60 лет и сыну известного композитора, дирижеру, пианисту, профессору Брненской консерватории Алексею Асламасу-старшему. На творческий вечер приехали их родные и близкие. Сейчас они живут в Чехии, и их жизнь тоже связана с музыкой. Инна Асламас – заведующая фортепианным отделением Брненской консерватории. Алексей Асламас-младший работает в одном из известных чешских квартетов. Антон – концентмейстер Пражской консерватории. Много хороших слов сказано о музыкальной династии, и, конечно, весь вечер звучали инструментальные и вокальные сочинения. Это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА